Привет! Сегодня, занимаясь одним учеником математикой, я натолкнулся на одну мысль, которую я бы хотел поделиться с вами. Вот представьте, вы решаете математику, и вы знаете, что у вас есть там и там проблемы. Вы нелетко наталкиваетесь на такие вещи, в которых вы спотыкаетесь. И это можно назвать вашими слабыми сторонами. Не бойтесь признавать слабые стороны, потому что они есть у всех, а это абсолютно точно. Тем более у меня. Так вот, как можно научиться обходить эти слабые стороны, если вы понимаете, что у вас есть они, когда вы решаете математику? Знаете, есть такая методика, в планировании ее называется проактивный подход. Может быть, вы слышали об этом. О чем она говорит? Это когда вы планируете ваши дела, но вы заранее предвидите какие-то проблемы, которые могут с вами произойти. И вы предвидите не просто проблемы, но и пути их решения. Как вы будете решать эти проблемы, если вы на них споткнетесь. Это называется проактивный подход. И вот этот проактивный подход можно использовать тоже, когда вы решаете математику. Вы знаете, что вы можете споткнуться с какими-то проблемами. Давайте заранее их решать. Значит, каким образом? Например, вы знаете, что вы плохо делаете арифметические вычисления. Вы нередко ошибаетесь. Кажется, это пустяковые ошибки, но они все время приводят к неверному результату. Неверно перемножили какие-то числа или писали дискриминант при решении квадратного уравнения. И нередко вы ошибаетесь. Вы знаете, что это ваша проблема. Попробуйте ее решать проактивно. То есть, не когда она уже случилась, и бежите назад, а наперед. Решайте эту проблему наперед. Например, вы плохо, нередко, скажем так, ошибаетесь при арифметических вычислениях. Умножаете числа. Что вы можете сделать проактивно? Вы можете сразу писать не в уме считать эти числа, а не поленитесь сделать на полях столбик. Или даже выделите место прямо в тетради, не бойтесь писать подробно. Никто вам за это ничего не скажет. Написали в столбик подробненько. Тогда вероятность ошибки уже гораздо меньше, чем если вы посчитали в уме. Или дискриминант пишите. Напишите сначала формулу. Не поленитесь выписать коэффициент. А, Б и С, чему равны. И тогда, считая его, вы гораздо меньше шансов, что вы допустите ошибку. Понимаете, это и есть проактивный подход. Поэтому подумайте, может быть, вам это поможет. Возьмите это на себе на заметку. И сегодня столкнулся с такой вещью, с одним учеником, я ему тоже это советовал. Попробуйте, может, вам это подойдет. Спасибо.